Тещин язык это достаточно популярное блюдо, а значит, что из способов его приготовления существует немало. Предлагаю вашему вниманию классический рецепт приготовления тещиного языка, который достаточно прост в исполнении и не требует массы ингредиентов. Тем более, что сейчас тот период, когда на грядках активно зреют баклажаны и помидоры, то есть наступило самое время для приготовления этой вкусной овощной закуски. Для этого нам понадобится 2 штуки баклажанов, 2 штуки помидоров, 100 граммов майонеза, 3 зубчика чеснока и соль, перец по вкусу. Первым делом тщательно вымываем баклажаны и нарезаем их в длину на ровные пластины, не обязательно тонкие, посыпаем их солью и оставляем на минут 15, чтобы ушла вся горечь. Следующим шагом обваливаем в муке уже не горькие полоски баклажанов, выкладываем их на раскаленную сковороду и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. В это время параллельно, пока баклажаны жарятся, нарезаем кружочками помидоры и делим получившиеся кружочки пополам. Если помидорки небольшие, то кружочки можно оставить цельными, не деля их на половинке. Далее подготавливаем чесночный соус. Для этого выдавливаем зубчики чеснока через чесночницу и смешиваем получившуюся чесночную массу с майонезом. После того, как баклажаны зарумянились с обеих сторон, выкладываем полоски на бумажные полотенца или салфетки, чтобы они впитали в себя излишки масла. После чего на готовые остывшие баклажаны выкладываем чесночный майонез и размазываем его по поверхности пластинок чайной ложкой. А в завершение на каждую пластинку выкладываем по половине кружочка помидора и скатываем полоску рулетиком. Закуска готова! Вот такое аппетитное блюдо у нас получилось, которое обладает не только отменными вкусовыми качествами, но и смотрится замечательным украшением стола. Такую закуску можно легко и быстро приготовить, тем самым произвести отличное впечатление как на домашних, так и на гостей. Готовьте с удовольствием! Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал!